Павел Сергеевич Платонов, бакалавр соционики, окончил БГТУ ВМЕХ имени Устинова, участник Международной конференции соционики 2020 года, Санкт-Петербург, Россия. Доклад «Интроверсия и экстраверсия. Психологии и соционики». Спасибо, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, видно ли слайды? Да, слайды видно. Хорошо. Сейчас нужно переключать. Так, всем добрый вечер. Моя тема «Интроверсия и экстраверсия в путь психологии и соционики». Сначала хотел бы сказать кратко о том, что соционика стремится в научное сообщество, и до тех пор, пока этот путь еще не проделан целиком, нужно сделать очень многое в плане формирования пунктивного аппарата. Например, когда мы слышим слова «экстраверсия» и «интроверсия», мы часто уточняем, имеется в виду тоталическая точка или психологическая, потому что определений в этом термина очень много. Я решил разобраться в этом, и, может быть, это статья будет полезна и соционикам, и психологам. Сначала о том, каковы цели. Цель выявить, почему вообще интерверсия и экстраверсия имеют разные определения, и предложить свое решение в проблемах, а также в каких направлениях это можно разобрать. Во-первых, вникновение термина мы видим еще в работе психологические типы Карла Густава Юга. Он выделил две противоположные психологические установки – экстравертные и интровертные. Интровертные – это концентрация, деление энергии от захваченного объекта и обусловленность психики, своей внутренней жизнью, своими мыслями и переживаниями с собственным субъектом. У экстравертов это противоположная позиция расширения выхода из себя к объекту, если дословно, и это восприятие себя как объекта окружающего мира и больше интересной информации о окружающем мире. Кроме того, Юнг допускает, что среди двух этих групп – экстравертных и интровертных – могут быть существенные отличия. Так, например, он выделил позже восемь человеческих типов – четыре экстравертных и четыре интровертных. Но расчеты и идеи Юнга были понятны не всем. В 70-е годы Ганс Юрген Айзенг исследовал особенности человеческой психики и начался в работу «Как измерить личность», где он упоминает введенные Юнгом термины. Например, экстравертные он характеризует уже несколько иначе. Он считает, что экстравертным свойственны активность, общительность, готовность к риску, импульсивность, экспрессивность, практичность и безответственность. Сам он считал это свойственно нечетным и полагал, что существуют амбиверты, то есть те, кто не тяготит одни в экстраверсии, одни в интерверсии, а примерно посередине. Ну, то есть свойства интерверта он считал обратно, вот он приложен на экране. Кроме того, сам Айзенг так и из-за теории Юнга. Он считает, что Юнг создал весьма запутанную теорию, трудную для понимания, которую никто не использует из психиатров и психологов. В принципе, это на тот момент так и было, потому что Айзенг понял суть концепции Юнга, как мне кажется, но посчитал ее слишком сложной и характеризовал, вместо того, чтобы охарактеризовать так же логику, экскурсическую интуитут, как он делал с экстраверсией и интроверсией, он взял эмоциональную нестабильность и упорство. Получил такую классификацию, которую наложил на древнее учение Y в каких-то пираметрах и получил, соответственно, некое современное подтверждение того, что теория существует. В 40-е годы были созданы тесты Крей и Уиллрайт, но тогда, не тогда, ни у Айзенга это не привело к тому, чтобы рассмотреть теорию Юнга более конкретно. Дальше этим занимался Карл Леонгард. Он в своей работе акцентуированной личности выделял помимо эпилептоидных, истероидных и других, также выделял такие отклонения, как экстравертирность и интровертирность, но на самом деле более крайние такие полярные состояния. Экстравертирный человек, как считал Леонгард, обращен в сторону восприятий, а не представлений, и легко подвергнутся чужому мнению. Интроверты же полят они свои представления, лучше делают умозаключения и в целом лучше анализируют информацию. Хотя, на мой взгляд, блогики экстраверты прекрасно вставляются с этими задачами и далеки от описания Леонгарда. Интервентированная личность, по мнению Леонгарда, живет своими восприятиями и идеями и может отрываться от реальности, воспринимать объективную реальность все хуже. Это может быть свойством интуитов, если мы обережем термины, которые представляют Соника. Соник считает это свойством интуитов, а не интровертов, поскольку интроверты, интроверты, тоже могут погружаться в мир своих видений, причем очень глубоко. Что характерно, Леонгард первый признает, что есть такие интроверты, которые общительны, то есть он описывал конкретных пациентов, у них не было, например, большой потребности в общении с другими людьми, но у них было несколько один подруга, с которыми делятся своими мыслями. При этом окружающим трудно проникнуть в суть его идей. И он по этой причине отправлял пациентов в интроверты. Такое описание вполне может соответствовать, например, сценическому этику интровертов. Кроме того, мы, честно говоря, о том, что наблюдаемый человек в действительности могут быть совсем другого типа. Но сама гипотеза о том, что интроверты могут быть общительными, а экстраверты не общительны, появилась именно по Уильянко. Если все это сравниться с взглядами современных стациоников, то получится следующая картина. Во-первых, надо сказать о том, что думал на эту тему Ауфа Аугстин Ильичутих. В работе стационика представлен аналогичный обзор, аналогичный мильбок, но вот с поправкой, конечно. И там сказано, что у Айзенка могут считаться интроверты. У Леонгарда эта цеменция подтверждается. То есть, например, Дон Кихота он определял, как интроверт и мечтатель. Леонгард определял Дон Кихота, как интроверт и мечтатель. Аушу, соответственно, пределовал экстраверты по совсем другим причинам. Для этого делается уменьшительный вывод. Аушу Аугстин Ильичути ввела термины экстратив и интратив для того, чтобы не возникало путаницы у социальной психологии. Потому что если... На тот момент социальная психология была только гипотезой, а психология считалась наукой. То есть, она не разрешилась использовать термины экстраверсия и интерверсия в своей работе. А психологи не включили в свои исследования тектонии юмора, то есть, в базе синтеза, гипотезы, ассорику, интуицию. Но включили установление новых контактов с людьми и потребностей общей. Дальше. Можно сказать, что тест Айзенка, который выявляет экстраверсию и интроверсию, он уже проверен, перепроверен. В частности, Сергей Ручков пояснял, коррелирует ли тест Айзенка с тем, что делают, с реальной ситуацией, когда люди определенных типов проходили и получали следующий результат. Результаты этих говорят о том, что в целом тенденция подтверждается, но Дон Кихот и Тюма получали бы всем трем тестам. Это тест Айзенка, тест Ряховского и самотест. Получают примерно одинаковые показатели. Это соответствующая статья. А Штилленд и Достоевский получают примерно одинаковые показатели по двум из трех тестов, что несколько противоречит выводам Аушевского. Татьяна Николаевна Прокофьева в книге «Поазис Юнга» объясняет присутствующего акционерта общительность следующим образом. Экстраверту важен, конечно, диалог на связи с человеком. И важно получить оборудование с объектом, поставить его на свое место. У интерверта гораздо важнее своя картина мира, и в одной картина мира не помещаются разные точки восприятия. Вот интерверт имеет свою картина мира, и он может в то же время иметь и другую картина мира, и они будут как бы уменьшать, сменять друг друга. Возможно, психика экстраверта работает так, что у него помещается много точек зрения на одно и то же. И отсюда потребность в общении с окружающими. Но акцент на людях дел чаще этики, чем логика, потому что потребность узнать мнение другого человека аккредируется с интересом к людям вообще, а он больше был этику, чем логика. О том, что экстраверты могут быть неучительны, пишет и Тимур Протские книги «Современная сэкционик». Есть люди, которые в одиночестве идут в поход в горы на месяц, активно замедействуют с внешним миром, набирают впечатления. Их жизнь наполнена различными событиями. То есть это про экстраверта, у которого отсутствует отделение себя от внешнего мира, и он воспринимает себя как часть внешнего мира. То есть все не так однозначно. Я хочу сделать следующие выводы в своей работе. У меня работа довольно короткая. Если меня все еще слышно, то я продолжаю. Термин экстраверсии и интроверсии взяты с сэкциониками и психологами Буйюнга. При этом термина логика, этика и сэкционика интуиция психологами Буйюнга взяты не были. Я исследовал этот вопрос с точки зрения того, что действительно ли это одно и то же. Я думаю, что экстраверсия и интроверсия – это единые понятия. То есть и в психологии просто одни это поняты по-своему, а другие по-юнге. Общительность зависит от вертности, но не напрямую. Действительно экстравертом больше, но много впечатлений, что там входят в контакты с другими людьми, как, собственно, эти самые впечатления. Но больше интерес к людям при этом формируют именно этики. И логика экстраверса может не проявлять этого интереса к людям, при этом находясь в обществе, либо вытянут, получая новое впечатление. Термины экстратим и интратим я считаю излишне, поскольку если сатоник – это все-таки молодая, стремящаяся в официальном округе дисциплины, то лучше все-таки использовать уже научные термины экстраверсии и интроверсии. Определение экстраверсии и интроверсии, которые дали Айзен Киляндер, считаю несколько… учитывающим сатонический фактор. Я не могу их критиковать, потому что исходение психологии – это весьма удворные работы, но с точки зрения сатоники, не учитывая, что есть логики, херетики и общительность, отчасти связаны еще и с тем, что преобладает в данном учебном. Дальше, что еще я могу отметить? Есть такие… почему логика, этика и сенсорика, интуиция, тесты, которые выявляют, они, насколько я понимаю, невалидные, некодные и почему-то не дают результатов полярных. То есть, показывают, что есть много разных… То есть, много… что есть и множество людей, которых этот признак выражен не полярно, а примерно посередине. Для того, чтобы результаты делись именно на полюса, нужно учитывать цвет функции этих вопросов. То есть, человек отвечает на один вопрос с позиции ценностной этики, но при этом он логик. Но вот на данный вопрос отвечает с позиции своей малонервной этики. С одной стороны, можно сказать, что он даже под «этик», то есть, он этик. Но если смотреть на цвет, то это будет гелька на ту же сторону веса, а не на разную. К тому же, нужен еще один фактор для таких вопросников, чтобы тестируем знал себя и не знал с тоничных шаблонов. Например, в том, что программируют лучше… Что программируют только логики, а готовят только сенсорики и так далее. Я занялся этим вопросом и решил начать с сазов. Сейчас покажу. Текущие шаги. Я анализирую в вопросе хайдинга, в котором есть 10 вопросов, с целью выявления тех, которые реально относятся к ней к интерверсии и интерверсии. А также, если там есть вопросы, которые выявляют другие признаки, логикой, либо сенсорик, или некие признаки рынка, то определение признаков, которые выявляют ответ на эти и другие вопросы, помогут просто скорректировать сами результаты. Вот. Спасибо за внимание. Спасибо. Я, наверное, скажу несколько слов. А если надо, я покажу еще этот вопросик. У меня уже выделено, что относится, по моему мнению, к экстраверсии, что к интерверсии и к чему это так. Если можно сейчас… Так. 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 directory… … … … … … Так, если видно экран, то я начал, если вопросов мало, то можно ли дополнять, например, MBTI или еще чем-нибудь такие. Это нужно для того, чтобы проверить, действительно ли, если отвечать только на эти или дополнили только на эти вопросы из всего просьба, поменять ли результат. Если сравнить их с результатами в статье Коваля Сергеевича и сделать следующие выводы. Спасибо. Павел, можно выводы открыть? Чтобы я просто их прокомментировал, мне так будет проще. Выводы. Спасибо. Значит, смотрите, тут есть… Спасибо Павлу за доклад, но он как раз озвучил те вещи, которые… которым я пользуюсь по умолчанию, далеко не всегда не представляю какие-то нюансы или происхождение. Ну, начнем с того, что Юнг действительно ввел эти понятия. А сделав обзор всей психологии до него, он разработал эти понятия, но хочу обратить внимание, никаких шкал Юнг не вводил. Это все было придумано намного позже. В рамках американской психологии давайте шкалировать признаки, любые психологические. Никаких шкал у Юнга не было. Никаких дихотомических противопоставлений у Юнга не было. У него была установка сознания, экстраверсия-интроверсия, у него были психические функции. А все дихотомии, логика-этика, сенсорика-интуиция – это все было придумано намного позже. В рамках вот этой идеологии давайте все описывать в шкалах. Это в конце 40-х, 50-х, 60-х годов было сделано. Отсюда возникает масса недоразумений. Еще такой очень важный момент. Тут противопоставляется соционика и психология. Но, Павел, вы, наверное, не знаете, что существует юнгианская психология. Знаю. Да, но понимаете как? Оно выглядит как-то странно. Существует MBTI, да? Я тоже знаю. И пост-юнгианская психология, да? Это часть психологии тоже. И соционика тоже примыкает к этому. То есть вы как-то, понимаете, у вас какая-то очень полярная опять-таки дихотомия возникла. Соционика и вся остальная психология. Ничего подобного. Существует масса. Масса. Юнг – это основоположник. Это фундамент современной психологии во многом. И психологи, даже которых от него корежат, они все равно пользуются его понятиями во многом. Но экстравейская интересия – главный фактор в большой пятерке. О чем говорить? Да. Значит, ассоциативный эксперимент Юнга – это золотая классика. Используется всюду, особенно в криминалистике, да? Значит, и так далее. То есть в психологическом смысле соционика – это юнгианство. Поэтому, когда говорят, что… Вот я всегда смеюсь так, с иронией спрашиваю. Вот вы утверждаете, что… А вы что… Вы этот вот… Там… Когда начинается… А есть ли психические функции? А вот соционика оперирует функциями. Вот соционика… А вы что, Юнга не признаете? Нет. Мы Юнга признаем. Так я говорю, в чем проблема? Это те же функции. Вопрос стоит в том, что люди реагируют на язык, а не на сущность. Теперь вернемся… Да, вот логика, этика, сенсорика, интуиция. Значит, у Юнга были термины «мышление» и «чувствование». А сенсорика и интуиция – да, так. Но он их не противопоставлял. И вообще в юнгианской типологии никому в голову не приходило пользоваться тестами. Вот есть его ученики, есть институт Юнга. Вот почитайте… Есть книги юнгианские, даже переведенные на русский язык. Значит, там все определяется собеседованием и экспертной оценкой. Вот как и у нас соционики, то есть тесты носят вспомогательный характер. И проблема какая с сайзингом возникла? Он сам признавался, что он Юнга не понял. Ну, а раз он не понял, он упростил его определение. Экстроверсы и интроверсы – это просто активные общительные люди. Прекрасно. Это интроверты – это малоактивные меланхолики или флегматики. Флегматики. Да. Но, опять-таки, это чушь, потому что мы знаем людей всех темпераментов одного типа. Корреляческий Габен мы, например, наблюдали. Ну, это не так часто встречается, но встречается. Значит, то есть эта корреляция нечеткая. Дальше. Что касается экстроверсии и интроверсии. Юнг не только взял этот термин у Юнга, он еще и обругал его. Причем, ну, почти ругательствами. Что все, что придумал Юнга – это не ново, а то, что он придумал сам, это вообще чушь собачья, так условно говоря. Там он написал более обтекаемо, но смысл был такой. И при этом он взял термин у Юнга, его извратил тут Ауша совершенно право. Потому что Дон Кихот по тесту Айзенка, он часто выходит гипертимным типом. Гипертимным, да? То есть вообще ни туда, ни сюда. Дюма выходит экстравертированным типом. Вот это то, что обнаружила Ауша. А поскольку они там проработали огромное в своем, на своем семинаре в Вильнюсе, они проработали огромное количество тестов. Они экспериментировали там со студентами на себе. Там было достаточно много людей. То, конечно же, вот все эти вещи, они как бы, они были давно уже проработаны. Ну и отсюда возникает… Да, вот в чем заслуга единственная Айзенка? Он же показал, что свойства экстраверсии и интроверсии является врожденным. То есть она определяется в физиологии нервной системы. У него были другие эксперименты. Вот есть, может быть, и в сети есть. У меня есть Тоби Кайзенка, где он как раз описывает данные этих экспериментов. То есть для того, чтобы принять экстраверсию и интроверсию, надо просто… там даются определенные физиологические задания, и очень быстро меряется все это. Это как раз то, что мы спорили со Шмелевым. Шмелевым сначала, Александр Георгиевич, он сначала доказывал, что экстраверсия и интроверсия не меняются ситуативно, зависит от программы поведения и так далее. Я говорю, ну как же, вот же есть элементарно физиологические основания. Тогда, да, он признал, что да, есть физиологические основания, но вот в реальной практике мы не можем выяснить на основание лексического теста. Я говорю, лексический тест – это одно, а реальность – это другая, физиологическая. То есть это разные вещи. И посмотрите, даже у Айзенка, который определял… Но дальше вот произошел такой интересный пассаж, что американская психология свернула в лексику, и более того, как вот отмечает Ирина Трофимова из Торонто, значит, что они уже настолько зарапортовались в этой лексике, что даже исследование, вдумайтесь, исследование в области темперамента рецензент американский не пропускает, если нет ссылки на лексическую теорию. Ну какое отношение имеет темперамент и вертность физиологическая к лексической теории? Но они жестко связали эти вещи и подменяют собой всю остальную психологию. Просто это надо понимать, откуда растут корни. Поэтому, что касается первичных основ, ну я сегодня говорил немного, что экстраверсия и интроверсия – это фундаментальный физиологический механизм, связанный с обработкой, прежде всего, либо объективной информации, король головного мозга, либо информации, которая проходит через мотивационные подкорковые центры, лимбическую систему и так далее. И это определяет либо субъективное отношение, связанное с построением интроверта внутреннего мира, субъективного и работы в нем, либо объективное. Поэтому экстраверт, он очень падок на данные объективные, потому что это идет, у него раздражение коры головного мозга, непосредственно информации. А интроверт совершенно наоборот, он отгораживается от воздействия избытка поступающей извне информации, у него своей внутренней хватает. Значит, и поэтому, как еще писал классик психологии советской Владимир Леви, в характеристике интроверта тихо ненавидит транзистор, в смысле радиоприемники рощи. То есть, вот этот момент, он принципиален. А общительность, необщительность, это настолько субъективный фактор, потому что экстраверты, действительно, они более общительны в среднем. Но вы совершенно правильно отметили, что есть экстраверты, которым интересен объективный мир, но им не обязательно общаться. Потому что это логики. Логикам совершенно не обязательно нужны люди. Вот есть путешественники по горам, по морям и так далее. Вот те в Джек Лондон. У них люди на втором месте, потому что они логики. Но им очень интересно экстрим, приключения. Вот типичный пример – это Федор Конюхов. Он не экстраверт. Он не интроверт, он экстраверт. Но человек, который по полгода, по восемь месяцев в году пропадает. Я знаю просто много, очень много альпинистов, туристов, именно этого типа, которые просто, с одной стороны, испытывают себя, с другой стороны, постоянно получают новую информацию от общения с природой. Замечу, не живой природный, потому что не этики. А вот живой или не живой – это уже дихотомия, ну, подразделение логика этики. В чем проблема с дихотомиями? Ну, во-первых, опросники. Опросники, сразу я скажу, что я говорил об этом, что все опросники – это лексические тесты. Как только мы говорим о лексических тестах, у нас сразу возникает ограничение, потому что соционика учитывает оба полушария – вербальные и невербальные, и вербальные и невербальные функции. А мы пытаемся вербальным опросникам покрыть работу обоих полушарий. и работу воспринимающих функций, то есть интуиции и сенсорика. Это заведомо кривая вещь. Поэтому в реальной практике мы используем и беседу, и наблюдение, краткие опросники и проективные тесты. Проективные тесты, которые работают именно с бессознательным, подсознанием, правым полушарием и так далее. То есть образами. И другого пути нет. Любой просто лексический опросник потерпит провал, но и многолетняя работа… Мы это убедились в 90-х годах, потом много лет эту работу ввел Виктор Таланов из Петербурга с предсказуемым результатом. Как бы он не совершенствовал свои лексические тесты, у него получается все равно какая-то кривизна. Вот. И отсюда вот дихотомия Юнга – это, ну скажем так, это фраза речи, но это не научно, потому что у Юнга не было никакой дихотомии. У него были функции, а то, что мы называем дихотомией, это проекция этих функций на маломерное пространство. Вот в чем проблема. И мы, когда это поняли, мы отказались от создания вот этих гигантских опросников. То есть это все только приближение для прикидки, для прикидки, для последующей работы с человеком. Конечно, когда надо протестировать тысячи человек, это в чем-то помогает, но если мы работаем с реальным человеком, этот тест дает только очень приблизительную картину. Он может помогать только статистически. Вот надо себе отдавать этот отчет. Ну, вот в первом приближении так. Спасибо. Спасибо, Виктор. Если есть вопросы, я отвечу. Если нет, то я закончу. Да, я просто обратил внимание на те вещи, на которые многие спотыкаются. Хорошо. Спасибо. Спасибо докладчику. Значит, следующий доклад. Мы очень сильно задержали конференцию, но она очень продуктивная была, общение очень живое, и это важно. Эти мацинаны и реценции давали сразу по докладу, и была очень живая беседа в круглом столе. После докладов там прям родились новые идеи по деятельности. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok